Девушки отдыхают Родители считают, что это отречение от семьи Это не защита, а боязнь, что она их якобы опозорит Веками кавказские девушки отличались скромностью, воспитанностью, преданностью мужчине Но времена меняются, и сейчас они, как и все, хотят не только воспитывать детей и заниматься домашними делами Но и получать образование, носить яркую одежду, кратить волосы, иными словами, быть собой Это история о девушках, которые просто хотели стать счастливыми, но столкнулись законами консервативного общества Бывало, что идешь и прям впритык к тебе подходит парень И он считает, что раз ты так выглядишь, что ты легко доступна И как бы сейчас с ним пойдешь куда-нибудь в подворотню Это дата рождения моих детей И их инициалы первые Чтобы не забывать, потому что когда все спрашивают Я уже об этом говорила Когда спрашивают, дата рождения, и типа смотришь На самом деле нет Это майки в разной технике Мне очень нравятся майки Это анимешки, одна из первых моих татуировок Здесь, короче, на латыни есть надпись Есть вот такая Ну это в зоне доступа Есть еще Сыну старшему внушили, что это плохо Что ему должно быть стыдно со мной ходить по улице Потому что якобы все там на него оборачиваются, смотрят Но дочь хвастается Потому что детям это интересно Они говорят, ой, у тебя такая крутая мама 33 года у Нины трое детей и развод за плечами Все детство наша героиня провела в Аварском селе в Грузии Куда ее отправил отец мусульманин Он хотел приобщить дочь к своей культуре и вере Пока свешницы Нины играли в куклы Ей приходилось ухаживать за братьями Готовить, заниматься хозяйством Другого выхода у девочки не было Я 17 лет своей жизни носила платок Я ходила хиджами Мой внутренний мир этому не соответствовал Я чувствовала, что я лицемерю Я, получается, выезжала в Питер, Москву Я снимала платок и ходила, как мне хочется То есть это было постепенно происходило В 14 лет отец Нины сосватывал ее за дагестанца В 18 сыграли свадьбу И сразу же родился первый ребенок Потом второй Будучи беременной третьим Нина сбежала Человек просто сам слаб Как мужчина То есть он не зарабатывал денег Я зарабатывала деньги Естественно, я об этом ему говорила Ну да, он меня избил почти до полусмерти беременную У меня там чуть выкидыш не случился Я ушла беременной с двумя детьми в никуда Если это женщина из патриархальной, традиционной, жесткой семьи То она ничего не сможет сделать Потому что если она что-то попытается предпринять То семья либо может отказаться от нее Или, напротив, усилить давление на нее Доходя до физического насилия и нынных форм Каждый день в своей жизни я слышу, что я неправильная армянка Потому что я модель Я рекламирую белье, снимаю белье Потому что я пою песни Просто я пою песни о жизни Но люди их воспринимают как что-то ужасное Маша обычная девочка 19 лет Ведет блог в Инстаграм, где рассказывает о своих подростковых проблемах И выкладывает фотографии, которые вряд ли оценит семья Маши Папа священник, мама домохозяйка Оба родом из Армении Об активной жизни дочери в социальных сетях Они, конечно, не догадываются Папа сказал, будьте пять часов дома вечера И наплеваю, что ты хочешь пойти на день рождения То как бы ты должна быть пять часов вечера дома Но мне нельзя было вообще общаться с мальчиками лет 17-16 вообще Сейчас можно? То есть ты можешь сказать, пап, я там иду Нет, я просто сейчас не говорю Папочка Диан, привет Я тебе перезвоню через час, хорошо? Ну, буду ждать, давай звонить Давай Он сейчас будет делать вид, как будто не знать, что я поехала в Москву Он такой Доченька, ты где? Надо поговорить Ну, ему скидывают мои фотки, к сожалению Есть всякие люди Чаще всего это люди, которые говорят, что очень любят меня Это самое обидное Всякие родственники, знакомые, лучшие друзья семьи Которые говорят, ты сошла с пути, мы тебя спасаем Мы хотим тебе лучшего Ты ничего не понимаешь, ты еще глупая Однажды человек, который живет со мной в одном городе Мне сказали, что он из одного моего города Он написал, что он меня уничтожит Что он меня найдет, что у них какая-то община Община в 21 веке Ну, бывает такое Маше ежедневно поступают угрозы от незнакомцев Все они в основном представители кавказских национальностей Образ жизни Маши и ее поведение они считают неправильным И недопустимым для армянской девушки Ты реально думаешь в детстве Нет, я значит неправильно что-то делаю Я же армянка, я должна вести себя как армянка А потом понимаешь, так, стоп Я живу в России сколько, а все свою жизнь Мои друзья русские Думаю, почему я должна вести себя как-то по-другому Если я живу здесь Так Ты по маме-то соскучился? Да Да Сильно соскучился? Да Что будешь делать, когда приеду? Понимаю, ты словас Да Этот телефонный разговор мы записали, когда Нина жила счастливо со своими детьми Но однажды, придя домой, наша героиня их не обнаружила Бывший муж тайно увел детей После этого Нина не может выйти с ними на связь Это не первый раз Раньше он уже забирал детей И даже подавал в суд на Нину Все обвинение было против меня Это мой инстаграм То, что я там, типа, у меня тусовки какие-то или еще что-то То есть это высосано было из пальца Я веду аморальный образ жизни несоответствующей матери Магодетной матери Естественно, я даже предположить не могла Что мой внешний вид может повлиять на решение судьи Сейчас Нина живет в Махачкале Открыла свой магазин нижнего белья Продолжает жить и бороться за своих детей А вместе с тем и за собственное счастье Я не знаю, мои друзья мне говорят, что Нина, ты вообще, короче, очень по острию ходишь И нарываешься, зачем тебе это нужно Ну, я так думаю, если не я, то кто Ну, да, я боюсь Но, с другой стороны, я хочу сказать о том, что происходит Я понимала, что если я так продолжу То я ничего не добьюсь То есть то, что я хочу Не подходит под тот стиль жизни, который они мне диктуют И это тяжелый выбор То есть ты либо подчиняешься и живешь счастливо Потому что то, как ты общаешься с родителями, очень влияет на твою жизнь То есть твое эмоциональное состояние Когда я с ними ссорюсь, мне очень тяжело Но при этом ты хочешь построить свою жизнь и быть счастливым Нина уже выбрала свой путь А Маша колеблется между собственным счастьем и спокойствием ее родителей Я не считаю, что патриархальные, вот такие жесткие патриархальные устои Это и есть специфика общества Потому что все общества через это проходили Если они смягчатся, то общество, оно не потеряет все равно Свою красоту и свою уникальность Это будет очень долго меняться То есть им только пожелать сил, терпения, выносливости какой-то И находить возможность быть собой и дышать Жизнь одна, и она закончится И она очень быстро закончится на самом деле И лучше жить прямо сейчас И не думать, не переживать Жить именно так, как хочешь ты и не слушать никого Я ни о чем не жалею Я не жалею о том, что и это была моя жизнь Это опыт, это путь Это моя история